Привет! Это подкаст «Простые смертные» и его ведущая Оля Фатеева. В этом подкасте мы говорим про смерть и околосмертный опыт людей, разговаривая с ними самими. Я судмедэкспертка и работаю в морге 17 лет. У меня большой опыт встреч с чужими смертями. Один эпизод – один герой, которому я задаю непростые для нас обоих вопросы про умирание. Итак, сегодня наш гость – Александр. Важное предупреждение. В этом выпуске мы говорим об очень болезненной, чувствительной, этически и юридически неоднозначной проблеме о самоубийствах. С психологическими трудностями может столкнуться каждый. Такие дела собрали список различных сервисов, куда можно обратиться за помощью. Кризисные центры, службу бесплатной и доступной психологической помощи, помощь детям и подросткам, помощь родителям, людям с различными заболеваниями и их близким, помощь пережившим насилие. В описании подкаста вы найдёте ссылку на справочник с бесплатными и доступными сервисами. Позаботьтесь о себе и своих близких. Александр, здравствуйте. Расскажите немного о себе. Здравствуйте. Меня зовут Саша. Друзья называют меня Кфуз. Мне 33. Я отец замечательного ребёнка, режиссёр видео и не последнее лицо в музыкальной индустрии, а также мы с друзьями опекаем обезьян в зоопарке. Обезьяны в зоопарке – это очень трогательно, хотя я, конечно, против зоопарков и цирков. Я уже перед нашей встречей познакомилась вкратце с вашей историей, и в этой истории два эпизода. Если с первым эпизодом мне как-то всё более или менее понятно, то второй эпизод вызвал много технических вопросов. Пожалуйста, удовлетворите моё нездоровое судебно-медицинское любопытство. Вы писали, что вам помешала девушка. Что с вами было в этот момент? На каком этапе она вам помешала? Где вы находились? Ну, я начал... Здесь и далее мы вынуждены заглушить подробности, как Саша пытался покончить с собой. И в этот момент ключи в замке начали поворачиваться, я услышал и, собственно... Она поняла, что происходит? Нет, там не видно было. Я успел скрыть следы. Итак, две попытки самоубийства. Как бы вы сейчас сказали? Удачные? Неудачные? Вы живы? Это вопрос с подвохом. Я жив, да. Всё ещё. В целом это, наверное, больше плюсов от этого, чем от минусов. По крайней мере, я стараюсь. То есть это неудачно, но это хорошо? Да, да. Определённо лучше, чем могло бы быть. Вот вы сейчас сказали, что вы всё ещё здесь. А когда вы пришли в себя, я имею в виду, конечно, не второй, а первый раз. Когда вы пришли в себя, вы также подумали, что я всё ещё здесь? Или, например, я уже здесь? Или, слава богу, я здесь? Или, может быть, чёрт возьми, я опять здесь? С первой я не очень помню момент того, как я очухался. Как бы в первый раз же было, что я... И после этого где-то примерно три дня у меня просто выпали из памяти. Я потом их восстанавливал исключительно по рассказам друзей, которые со мной водились. И в конце концов я через три дня попробовал ещё раз подобный прикол, только... И меня уже отправили в психбольницу. И я там очнулся, но я не очень помню первый день-два тоже. Скорее, как в тумане. Меня кидало то в сон, то в истерику, то я сбегал от них. Вот. И там было, что просто со мной нянчились. Это очень здорово, что нашлись такие люди, которые вам помогли. Три дня, как в тумане. Может быть, вы всё-таки хоть что-то помните? Может быть, сохранились какие-то ощущения? Может быть, был тот самый белый свет в конце тоннеля, о котором все говорят, но которого никто не видел? Люди, которые оказывались на грани смерти, часто утверждают, что видели тоннель с белым светом в конце. Или встречались с уже умершими членами семьи или любимыми домашними животными. Есть несколько гипотез развития этих явлений. Некоторые исследователи считают, что на характер видений влияет большее поражение разных полушарий мозга, правого или левого. Для религиозных людей полёт по тоннелю к свету подтверждает идею разделения души и тела и существования жизни после смерти. А учёные говорят о деперсонализации. Кто-то сравнивает тоннель с родовыми путями, а кто-то объясняет всё понижением содержания кислорода в крови, его недостатком для мозга и одновременным повышением содержания углекислого газа. Или гипотезой умирающего мозга, клетки которого проявляют последнюю активность таким образом. Там были всплески эмоций. Я успел... И я примерно... Ну, очень смутно помню, как я это делал. Я примерно помню, как я успел... Вот. И такие очень вспышки сознания, скорее, чем... Я думаю, я был ближе к жизни, чем к смерти. А сколько лет было вашему сыну и где он был в это время? В 20-м году он с мамой был. Мы как раз расстались. Он был с мамой, а я с друзьями. А сейчас он с вами живёт? Сейчас он некоторое время жил со мной. Вот. И мы буквально месяц как разделили время 50 на 50. Но это так... Перед школой дальше посмотрим. А во второй раз где он был? Тогда я начал жить со своей девушкой новой. Начал какие-то отношения. И начал антидепрессанты принимать. Пошёл к психотерапевту, чтобы как-то пытаться выбраться. Вот. Но на антидепрессантах у меня первая такая... Как сказать? Первый эффект от них — это меня кидает из депрессии в такой очень заряженный плюс. Что-то типа мании. Вот. Хотя это не совсем оно. И где-то месяц это длится. И потом меня приземляет со страшной силой обратно по настроению. И вот в этот момент произошла попытка суицида. То есть о сыне вы в тот момент тоже не думали, как и в первый раз? Нет, нет. Он с мамой жил. А что же всё-таки произошло? Почему вы это пытались сделать? Да там в целом на самом деле было много всего. Типа в первый раз это был ковид. Я потерял работу. Мы расстались с женой. И как-то всё в очень такой короткий промежуток времени навалилось. И просто в какой-то момент триггернуло. Захотелось сбежать от своих проблем. Это было отчаяние? Да. Я думаю, это можно так определить. И я просто всё время думаю, что чтобы что-то сделать со своим телом, нужна очень большая решимость. Это мои личные взаимоотношения с телесностью. Я очень переживаю боль, боюсь боли, переживаю свою боль и чужую. В том числе поэтому я не смогла работать с живыми людьми в медицине. Я падала в обморок на операциях, когда хирург заносил инструмент, резали как будто бы по мне. Поэтому мне всегда кажется, что на самом деле это не отчаяние, а именно решимость. Но вот вы говорите, что это отчаяние. В отчаянии вы думали о сыне? В первый раз у меня было такое настроение психоз скорее. И это было очень больше эмоциональное решение. Ну, как сказать, очень резкое. Там я вообще не думал. Наверное, я думал только о том, что мне больно, и как эту боль убрать морально. А во второй раз это было больше решение, которое обдумывалось в депрессии, понятно, но которое пришло и которое должно было принести мне облегчение, покой. И да, ты думаешь о ребёнке, тебе грустно, но в какой-то момент это уже не останавливается. То есть вы надеялись, что всё равно есть люди, найдутся люди, которые о нём позаботятся? Нет таких мыслей прямо перед суицидом. Там больше идёт смирение со своей смертностью, чем жизнь никого-либо ещё. А что значит смирение со своей смертностью? Про что это для вас? Что это для вас значит? Что наконец-то закончится этот путь, не останется ничего, и снова уйдут страдания. Я просто не буду ничего чувствовать. Смирение предполагает, что до этого вы смертность не принимали. Ну, конечно. Человек же инстинктивно, наверное, боится смерти. То есть у людей же есть вот эта заложенность избегать опасных моментов и бояться и так далее. А перед тем, как ты решишь себя убить, тебе придётся смириться с тем, что ты смертный, и перестать этого бояться. А что вообще вы до этого думали о смерти? Я старался о ней не думать. То есть это было что-то такое абстрактное? Что случается не со мной, а с кем-то другим? Ну, а с близкими, например, смерть может случиться? О смерти близких вы как-то думали? Ну, как? Мне было бы грустно, наверное, но я старался тоже не думать об этом. У меня не было такого, чтобы умирал кто-то из прям очень близкого окружения. Родители, друзья, все живы. Когда умирает там дедушка, умирал уже в осознанном возрасте я был, это, не знаю, не так ощущается. Да, это как будто это вот не со мной, это где-то может быть неподалёку, но всё ещё не рядом, не в спину дышит. А теперь что-то изменилось? Да, я начал... У меня всё ещё осталось вот это принятие того, что мы смертны. Просто оно немножко трансформировалось не в то, что смерть – это будет избавлением от всех моих эмоций, в том числе плохих, но просто как факт. Хайдер Варайч в книге «Современная смерть. Как медицина изменила уход из жизни» пишет, что никогда ещё люди не боялись смерти так сильно, как в наше время. Достижения медицины привели к значительному увеличению продолжительности жизни и одновременно сделали её конец более тяжёлым. Современная смерть всё больше медикализируется, и всё дольше люди пребывают в ослабленном состоянии перед кончиной. Всё полнее умирающие изолируются от общества, и тем более пугающей становится смерть. А если смерть будет сопряжена с длительной болезнью, с болью, то есть конечный результат избавления потребует перед этим испытать много страданий? Да, это, конечно, меняет, но нужен более конкретный случай. Я думаю, если это будет неизлечимая болезнь, я перед этим попытаюсь натворить побольше доброго кринжа. Например? Не знаю, усыновить ещё 100 обезьян. Это принятие, как вы говорите, эти изменения сейчас в чём-то выражаются? В каких-то поступках, в решениях? Например, вы сделали завещание или приняли какие-то распоряжения по подготовке собственных похорон? Нет, ни в коем случае. Я, наоборот, стараюсь больше планировать свою жизнь, чем свою смерть. Я больше влипаю в какие-то проекты, истории. Стараюсь жить активную жизнь. Это получается естественно, как результат ваших изменений, о которых вы говорили? Или вы заставляете себя, что я должен радоваться, я должен быть благодарен жизни, миру, и я сейчас буду себя принуждать к этой благодарности и радости? Не-не-не, ни в коем случае. Если мне грустно, я грущу, запираюсь дома. Это нормальные проявления. С близкими сейчас или вообще с кем-то вы разговариваете о смерти? Тогда о том, что случилось, разговаривали? Ну, мы с друзьями, мне всё ещё припоминают. Но уже в качестве пошучиваний каких-то. Сын у меня спрашивал, типа, а что после смерти там? Но мы сели, посмотрели «Звёздные войны», и я ему показал, что после смерти джедаи становятся духами силы. Ему понравилось это объяснение. А сын знает, что происходило с вами про эти два эпизода? Нет, нет. Возможно, вы захотите с ним поделиться, предостеречь? Да, не убивай себя. Я думаю, этого достаточно. И вы сейчас твёрдо на этом послании стоите? Конечно. Как проходило ваше восстановление? И в первый, и во второй раз что вам помогало? В первый раз я сначала отлежал три недели в больнице. Потом я два месяца, два раза в неделю ходил к психотерапевту, отлёживался дома, принимал антидепрессанты, пил алкоголь, смотрел аниме. В целом отдыхал. Больше отдыха, меньше стресса. Хвалить себя за то, что ты лишний раз встал с кровати. Второй раз тоже были антидепрессанты, тоже отлёживался дома. Просто, как сказать, старался переждать саму болезнь, как с простудой, когда ты лежишь три дня и просто ожидаешь. Только тут этот процесс затягивается на 2-3-4 месяца. Очень постепенно, очень медленно. Начинаешь сначала домашними делами заниматься, можешь больше работать. Начинаешь жить жизнь как будто бы заново. Как мне говорил психотерапевт после того, как я первый раз сорвался и напился вместе с антидепрессантами во время тех двух месяцев восстановления, что алкоголь и наркотические средства — это просто способ сбежать от реальности. И когда ты в депрессии, собственно, в реальности тебе очень сильно не нравится и очень тяжело в ней жить. Не в плане жить, как ты 5-2 работаешь, воспитываешь детей и готовишь себе кушать, а в плане жить — это встать с кровати и дойти до туалета. И если есть вариант, при котором тебе на пару часов эти мысли уходят, и ты можешь взаимодействовать с окружающим миром хотя бы внутри своей квартиры, то предполагаемая польза будет больше, чем предполагаемый вред. Да, здесь много «но». И действительно, антидепрессанты не стоит мешать ни с алкоголем, ни с наркотиками. Но иногда у тебя скорее нет другого выхода. Это, конечно, очень спорная гипотеза. Если немного ошибиться с дозировкой, нужной для того, чтобы взаимодействовать, как вы говорите, с миром хотя бы в пределах своей квартиры, этого взаимодействия может не случиться. Это очень шаткое равновесие, когда дозу легко превысить. И проблема в том, что психоактивные вещества сами способствуют, это заложено в них, это их конститутивные свойства. Они сами способствуют тому, чтобы дозу повышать постоянно. Я же говорю, здесь может быть много «но», так что не воспринимайте мои слова как совет к действию. Это просто мой опыт. Злоупотребление алкоголем может быть существенной проблемой, осложняющей лечение пациентов с депрессивными расстройствами. С одной стороны, алкоголь утяжеляет течение депрессивного расстройства, приводит к удлинению и утяжелению депрессивных эпизодов с переходом в непрерывное течение, повышает риск смерти от суицида у больных депрессивными расстройствами и риск смерти от несчастного случая в результате сочетания и потенциирования эффектов воздействия алкоголя и антидепрессантов. Первый эпизод, с ваших слов, был очень эмоциональный. Второй – более обдуманный. Но, может быть, все-таки и в первый раз, и уж во второй-то наверняка, вы задумывались о том, что будет, если вы выживете? Ну, я опять же не помню, что было в первый раз. Во второй не было такой мысли, что вдруг я выживу. Скорее, это все еще мысль направлена на то, что сейчас мне станет легче. А вы помните свой подростковый возраст, юность? Такие мысли были? Были ли срывы, какие-то похожие эпизоды, похожие желания? Мысли о суициде со мной были где-то лет с 14. Я как-то подумал, а что будет, если... И где-то вот с той поры я периодически об этом думал. У меня были депрессивные эпизоды, которые в то время мне еще не диагностировали или диагностировали неправильно. Ну и где-то до, получается, предыдущего года я с этими мыслями жил. Получается, ну, чуть больше половины жизни. А когда вам было 14, вы помните, с чем вы это связывали? Подростковый переход, когда гормоны очень сильно штормят, ситуация в семье, и внешние, и внутренние факторы, я думаю, там все вместе. Подростку трудно жить. Я на самом деле считаю, что детство – это трудный период, а уж подростковый возраст, этот подростковый переход – очень сложное время. Ну, вот где-то с 14 меня начали посещать эти мысли, и почему-то они не закончились с подростковым переходом, и были со мной еще очень-очень долго. Если вы ребенок, подросток, или вы знаете подростка, которому нужна помощь, пожалуйста, обратитесь в Центр поддержки, напишите в чат. Специалисты окажут помощь, не бросайте себя и других в одиночестве. Список кризисных сервисов в описании нашего подкаста. Сейчас, несмотря на принятие факта собственной смертности, кстати, это очень важно, что именно собственной смертности, а не смертности, в принципе, как вот этого некоего абстрактного явления, к которому мы не можем приблизиться в жизни. Сейчас в связи с этим принятием вы боитесь смерти? Страх есть все равно? Конечно. А он как-то изменился? Я до сих пор высоты боюсь. Живем на восьмом этаже, я каждый раз, когда на балкон выхожу курить, у меня голова немного начинает кружиться. Изменилось, конечно. Отношение к жизни изменилось. Как-то стало легче. Проще воспринимать, реагировать. Да, да. Ну, происходит, я не знаю, какой-то завтык на работе, может, там, с кем-то пооссорился, не знаю, просто какая-нибудь черная полоса недели неудач и так далее. И ты понимаешь, что все равно это как бы, ну, произошло и произошло. Никто не умер. Живем дальше. Это прекрасное ощущение. Кроме страха высоты, еще в чем-то страх смерти выражается? Ну, еще американских город боюсь, да. Я в прошлом году первый раз попробовал прокатиться ужасно. Больше не буду. Как вы думаете, с этим страхом можно что-то делать и нужно ли? Нужно ли его преодолевать? И как его тогда можно было бы преодолеть? Я не уверен, что его прям нужно преодолевать. Очень любопытно, что ваш страх конкретно направлен и трансформируется в очень конкретный вид, связанный с несчастным случаем. У меня, например, страх смерти – это страх боли. Ну, просто потому что я не знаю, что такое смерть, несмотря на то, что я работаю с ней каждый день. Я не знаю все равно, что там дальше. И я боюсь боли, которая может наступлению смерти предшествовать. Боль я тоже не особо люблю. А в загробную жизнь вы верите? Там что-то есть или там ничего нет? Нет. Мне, правда, запретили рассказывать об этом ребенку. Пошлось. Выдумывать что-то еще. Ну, я думаю, когда ребенок будет взрослее, можно будет ему рассказать все, как есть и как вы думаете на самом деле. Мне кажется, он найдет ответ и сам. Да, или сам найдет, конечно. Вы говорили про избавление и покой. Но какой же тогда там покой, если ничего там вообще нет? Так в этом и смысл. В эссе Мариса Бланшо про литературу и право на смерть есть очень важная мысль, которая меня ошеломила при чтении. Мы, когда умираем, покидаем одновременно и мир, то есть жизнь, и смерть. И это такой парадокс. Смерть получается самое человечное, что есть в нас самих. И человек знает о смерти только потому, что он человек. Умереть – это значит разрушить мир, лишиться человека, разрушить, уничтожить бытие, и значит, лишиться и смерти. Пока я живу, я смертен. Стоит мне умереть, и я перестаю также быть смертным, то есть перестаю быть способным умереть. А как вы себе вот это вообще, где ничего нет, представляете? Как-то это чувствуете? И я, например, не могу почувствовать и понять две вещи, когда вообще ничего нет и бесконечность со множеством вселенных, которые где-то есть там еще. В общем, понять всю вселенную и прочее, самое простое – можно включить песню от Avenged Sevenfold Exist. И там прекрасная 15-минутная поэма о космосе. Очень красиво. Еще у них есть песня «Космик». Она про любовь после смерти. Что как парень и девушка встречаются в разных жизнях, так сказать, много раз. И там бесконечно красивое соло, тоже такой космической тематики. И где-то здесь можно успеть познать космос. Сейчас, после всего того, что было, вы уверены в себе, что вас больше не потянет повторить? Надеюсь, что нет. Я примерно понимаю, как оно работает в мозгу, что чего надо избегать, чтобы не прийти в эту точку. Но у депрессии существуют не только же внутренние факторы, но еще и внешние. Когда военные действия происходят, когда экономическая обстановка нестабильна и так далее. И сказать, что я там на 100% потащу все, что мне предложит жизнь, я не могу. Но я очень хорошо научился избегать того состояния, и больше к нему, я надеюсь, никогда не вернусь. Это звучит здорово. Как вы думаете, Александр, человеку нужно бессмертие? Нет, зачем? Жить вечно. Это будет неинтересно. Согласна. Спасибо вам большое, Александр. Поговорив с Сашей, я думаю о защитной иронии и об одиночестве. О той иронии, которая, помогая выживать, в итоге прячет нас не только от окружающих, но и от самих себя. И о глобальном одиночестве, в котором находимся мы все и в котором можем совершить непоправимое. Хочется, чтобы у каждого был кто-то, кто может в нужное время просто посидеть рядом и немного отодвинуть одиночество в сторону и помочь забыть об иронии. Это был подкаст «Простые смертные» и я его ведущая, Оля Фатеева. Субтитры создавал DimaTorzok